Добрый день! И мы, как всегда, подводим итоги нашей работы. Сегодня говорим о том, что мы уже сделали и что собираемся сделать. Заканчивается лето, подходит к концу август месяц. Вместе с этим подходит к концу высокий туристический сезон в Одессе. Хотелось бы отметить, что Одесса становится городом не только моря. В Одессе смещаются акценты и все больше туристов едут в Одессу, как в исторический центр. Все больше туристов посещают центр города. Одесса становится городом фестивалей, действительно много. Они яркие, они качественные и становятся визитными карточками нашего города. И хотелось бы отметить, что даже при таком большом наплыве туристов, который был в этом году в городе, наш город был в достаточно хорошем санитарном состоянии. И в этом, безусловно, заслуга немалая наших атакамональщиков. Мы говорили о том, что мы начали с шампунем мыть этот пешеходный центр. Мы говорили о том, какие нововведения и какие инновации в нашей работе появляются. Это мусорные подземные контейнера, это эко-боксы. И как это все работает, мы увидели этим летом. Действительно, в моменты пиковой нагрузки наша система ЖКХ города, система городского хозяйства показала себя с хорошей стороны. Нам не стыдно, город был действительно чистым. Хотелось бы отметить, что основные фестивали действительно мы, наверное, пережили. Основные концерты – это День независимости. Совсем недавно был это кинофестиваль. Фестиваль был очень яркое событие в городе. Нам не стыдно за то санитарное состояние, которым был город в момент этих фестивалей. Сейчас мы ждем День города. Это ко дню города. Мы также находимся в полной боевой готовности. Также еще хотелось бы сказать, что День города, День рождения города, День рождения Одессы, мамы, и на День рождения, безусловно, надо дарить подарки. И мы со своей стороны тоже подготовились. И уже этой осенью, я думаю, до конца сентября месяца, мы восстановим маршрут электронно-транспорта на улице Балковской. А уже в первых числах сентября мы готовы показать городу новые электробусы, которые мы собрали в вагоноремонтных мастерских. Их уже три. Также новых, ну два вагона Одиссея Макс, которые также готовы в начале сентября выйти уже на линию. Все эти пять единиц техники сейчас находятся на вагоноремонтных мастерских. И это ко дню города, мы готовы их презентовать. Напомню, что уже достаточно давно, более десяти лет, на улице Балковской маршрута электронно-транспорта уже нет. Не было. Об этом много говорилось. Было много обещаний. И вот в этом году, в сентябре месяце мы его восстановим. Это будет маршрут электробусов. Ну и в завершение хотелось бы отметить, что на улице Екатерининской снесли уже последние оставшиеся мафы на участке от Пантелеймоновской до Новощепного ряда. То, о чем тоже много говорилось. Было очень много скептиков, которые считали, что это сделать невозможно. Действительно, все работы уже выполнены. Сейчас ведется там уборка, сейчас ведется ремонт дорожного покрытия на пешеходной части, там, где есть в этом необходимость. В дальнейшем еще будет восстановление, будет полностью новое там это покрытие. Но уже сейчас мы можем говорить, что ширина пешеходной части от 4,5 до 5 метров на этом участке. И сейчас это пешеходы могут спокойно пройтись по улице Екатерининской от Новощепного ряда до Пантелеймоновской. Как и автомобили там ездят без тех пробок и заторов, которые были раньше вызваны хаотичной стихийной торговлей. Поэтому мы продолжаем эту работу в этом направлении. Мы продолжаем эту работу по Новощепному ряду. И я уверен, что этот район, эта часть города в дальнейшем тоже станет одной из основных визитных карточек нашего города. Всех с наступающим днем города, с наступающим днем рождения мамы. До новых встреч!